Объект номер SCP-009. Класс объекта. Евклид. Описание. SCP-009 представляет собой примерно литров жидкостей, внешне похожей на дистиллированную воду H2O, но ярко-красного цвета. Красный цвет хорошо виден во всех агрегатных состояниях, что служит самым эффективным методом идентификации зараженного вещества до проявления его аномальных свойств. В отличие от обычной воды, SCP-009 становится жидким при температуре от минус 100 градусов по Цельсию до нуля градусов и переходит в твердое состояние при температуре выше 0 градусов по Цельсию. При температуре ниже минус 100 градусов по Цельсию с объектом переходит в газообразное состояние, схожее с паром. Исследование от марного строения объекта SCP-009 дает противоречивые результаты. Согласно исследованиям, вещество состоит из той же комбинации водорода и кислорода, что и обычная вода, за исключением удалено. В нарушении общепринятых законов энтальпии. Доктор-эксперт зоны по инопространственной физике предлагает, чтобы объект был порожден или изменен альтернативной реальностью, где законы физики отличны от наших. Наиболее опасным свойством SCP-009 является способность заражать жидкости, содержащие воду. Когда SCP-009 контактирует с любым водным раствором, запускается неизвестный механизм, передающий аномальные свойства другим объектам и существам. Тестирование показало, что эффект распространяется на лед, пар, чай, фруктовый сок, морскую воду, кровь и данные удалены. Время, необходимое для преобразования, варьируется в зависимости от температуры и точного химического состава пораженного вещества. Наблюдения показали, что процесс занимает от 3 минут до часов. Эксперименты класса D показали, что процесс преобразования объектом можно разделить на несколько этапов. Первичный контакт. Субъект входит в контакт с SCP-009, который наделяет всю воду на пораженной поверхности, как правило, кожа, своими свойствами. На этой стадии субъекты не чувствуют каких-либо необычных симптомов, кроме легкого ощущения тепла в месте контакта. Преобразование поверхности. На пораженной поверхности начинает образовываться инии, так как выделяемое субъектно-MACP-009 тепло нагревает аномалию выше 0 градусов по Цельсию. Эта стадия занимает от 0 минуты до часов. В течение этого времени субъект чувствует удалену кристаллов из-под эпидермиса. Преобразование глубоких тканей. Экспансиональный рост температуры SCP-009 вызывает неконтролируемую реакцию в теле субъекта, что приводит к удалену. Фактическая кровопотеря минимальна в связи с тем, что ледяные кристаллы удалены. Субъект может оставаться в живых и находиться в сознании до часов. Данные удалены. Эксперименты на персонале класса D прекращены 23 апреля 2000. Обстоятельства обнаружения. Объект был найден в Аляска 5 ноября 1900. Внимание организации привлекли рассказы членов местного племени, которые обнаружили искромственные тела охотников на тюлении. Судя по всему, охотники потерпели кораблекрушение в километрах от поселения. Все жертвы были закованы в красный лед. Вскрытие показало, что причиной смерти не стало внутреннее кровотечение, хотя при более подробном осмотре было обнаружено удалено. Предлагается, что низкая температура окружающей среды замедлила процесс затвердевания льда. Это затянуло полное образование на часов, что позволило жертвам оставаться в сознании до данной удалены. Происхождение SCP-009 на данный момент неизвестно. Исследование похожих событий или материалов с зоны обнаружения продолжается. Доказательства с места происшествия предполагают удалено. Возможно воздействие SCP-009. Особые условия содержания. Объект следует содержать внутри запечатанного контейнера из жаростойкого сплава размерами не менее 2 метра, 2 метра, 2 метра. SCP-009 запрещается подвергать воздействию температур выше 0 градусов по Цельсию. Кроме как во время исследований. Не допускается нахождение в радиусе 30 метров от камеры содержания объекта водных растворов. Камера содержания объекта должна быть оборудована датчиками температуры. Показания на которые следует постоянно отслеживать. А также не менее чем тремя резервными холодильными установками. О любой поломке датчиков или холодильных установок надлежит немедленно сообщить и устранить поломку. Если температура в камере содержания поднимется выше минус 5 градусов по Цельсию, то камера должна быть заблокирована и заполнена хладогеном. Пока температура не вернется к безопасному уровню от минус 30 градусов по Цельсию до минус 25 градусов по Цельсию. В камере содержания при проведении испытаний должен поддерживаться полный вакуум. При любом контакте с объектом обязательно использование изолирующих костюмов защиты от окружающей среды. При выходе из камеры содержания все снаряжение персонал и иные предметы, прибывавшие в камеру содержания, проходят полное осушение и помещаются на карантин в срок не менее чем на 12 часов. При обнаружении жидкости, проявляющей свойства SCP-009, объект должен быть немедленно заключен в карантин и доставлен в зону содержания как можно скорее. Живые организмы, зараженные SCP-009, должны быть немедленно уничтожены с помощью химической сушки, а извлеченные при этом процессе молекулы SCP-009 перенаправлены в камеру содержания.